Переломанные конечности, разбитые машины и уйма других неприятностей разом за один прошедший уикенд. Сначала снегопад, потом дождь, потом тоже дождь, но ледяной. Гигантские пробки, масса аварий, задержанные рейсы и перекрытие автотрассы. Как все это удалось пережить челнинцам и каковы потери? Сегодня этот вопрос стал одним из главных на совещании «Деловой понедельник» в мэрии. Более четырёх сотен пешеходов в минувшие выходные пострадало из-за скользкой поверхности тротуаров и лестниц. Отметим, что это только те, кто обратился в травмпункт. У большинства пострадавших от гололёда диагностировали переломы, сообщили в БСМП. Отметим, что коммунальщики об ухудшении погоды были предупреждены заранее. Ещё в пятницу утром на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все службы коммунальные, прошу быть, да, во всеоружии, наверное, круглосуточная работа. Это, наверное, электрические сети, наверное, самое важное, когда ледяной дождь. Тем не менее, справиться с последствиями разбушевавшейся стихии дворникам и дорожным службам удалось не вполне. Это отметил мэр города. Последствия ледяного дождя до сих пор можно встретить на улицах. А если не заметить их, то без новых травм не обойтись. Потому коммунальщикам дано указание – оперативно исправлять недоработки. Понятно, что посыпали песок, смесь, и всё это через час обледенело. Образно говоря, практически бесполезная работа. Её делали, но результаты были низкие. Ещё раз говорю, сегодня не аномальные условия. Пешеходные дорожки, там, где передвигаются люди, дети, пенсионеры, все должны быть в полном порядке. В отличие от людей, среди автотранспорта, пострадавших из погодных условий не так много. Лишь в пятницу, в день самого ледяного Армагеддона, число ДТП подскочило почти до сотни, что выше среднего. Однако уже в субботу и в воскресенье аварий на дорогах стало почти в три раза меньше, сообщают в ГИБДД, особо отмечая, что обошлось без жертв. Ольга Ефремова, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережная Челны.